ПЕСНЯ ПЕСНЯ Слава пришла к ней неожиданно, мгновенно. В 1957 году в Москве прогремел 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сквозняк свободы на короткое время превратил жизнь в рок-н-ролл, а чиновников от ЦК Комсомола в поклонников джаза. И появился джаз-оркестр молодого композитора Юрия Саульского. С ним пела обаятельная певица Майя Кристалинская. Она впервые вышла на большую сцену, и публика сразу почувствовала, перед ней новая звезда. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Будущая звезда эстрады родилась в Москве. Семья жила в 10-метровой комнате большой коммуналки. Крыша протекала. По обоям стекала вода, и мама Майи сушила стены утюгом. Мама была родом из Сибири, дочь лесника. Она не работала, занималась домашним хозяйством. Отец Владимир Григорьевич был изобретателем, но необычным. Он изобретал головоломки. Чем-то отец Майи напоминал персонаж из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Меня ждут в молодежных ведомостях. Этот ребус трудненько будет разгадать. Придется вам потрудиться. Головоломки и шарады Владимира Кристалинского печатали в «Пионерской правде». В те годы это была самая многотиражная газета. 9 миллионов экземпляров. На пионерских гонорарах Майя и подрастала. Предвоенные годы не раз отзовутся в песнях Майи. Танго, танго, да военные старые танго, Осталось в памяти многих, Как весны невозвратной частицы. Юность, юность, Разве можешь ты мамам забыться, Вспомнив юность с улыбкой на лицах, Грустят отцы. Будет город помнить свечу, Как огонь. Музыки ее не учили. Она обучалась сама. Шла война. Над Москвой выли немецкие самолеты, Свистели бомбы, Крохотали зенитки. В эти часы маленькая Майя Садилась за старое разбитое пианино И играла, забывая о взрывах И смертельной опасности. В другое время она боялась Потревожить соседей по коммуналке, Стеснялась своего неумения. Такими были первые шаги Будущей звезды. Детство ушло вдаль, Детство чуть-чуть жаль, Помню сердец тук, И смелость глаз, И робость рук, И все сбылось, И не сбылось, Винку сомнений и надежд переплес, И счастье нет, И счастье ждем, У наших старых, Наших маленьких ворот. Юная Майя не мечтала о карьере певицы, Ей было не до этого. Из семьи ушел отец, Жить стало трудно. Мать часто болела, Не работала, Сестра еще маленькая. Забота о близких, Стабильном заработке, Определила выбор профессии. В 1950 году Майя поступила В Московский авиационный институт. Отчасти по созвучию. Майи, Майя. За компанию с ней в Майи поступила И лучшая подруга, Валя Котелкина. В институте, например, Нас звали иногда Крестотелкиной. Вон идут Крестотелкины. Летние каникулы 1951 года Майя провела в деревне. Там жила тетя ее любимой подруги Вали. Именно тем летом Майя впервые в жизни Почувствовала себя певицей. Там такая тишина в деревне. Ну, знаете, собаки не лают. И петухи уже не поют. И корову всех загнали. И вот начинаются такие сумерки. Мы выходили на Крестотелки и пели. Ее первой сценой был берег реки. А первыми зрителями Деревенские жители. Старый клен, старый клен, Старый клен стучит в стекло, Приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, Отчего мне так светло, Оттого, что ты идешь попереду. В 1954 году на экраны вышел Аргентинский фильм «Возраст любви». В нем пела знаменитая Лолита Торрес. На студенческих вечеринках Майя пела песни Лолиты И пела с неизменным успехом. Но о карьере профессиональной певицы Она всерьез не думала. В 1955 году девушки окончили институт. Надо было решать, куда ехать по распределению. Они выбрали Новосибирск. Майя и Валя мечтали увидеть Тайгу, Кедры, Медведей, Обское море. Ты не печалься, ты не прощайся, Ведь жизнь придумана не зря. Завод имени Чкалова, куда распределили подруг, был секретным. На нем собирали реактивные истребители, знаменитые МиГ-15 и МиГ-17. Там были такие, как овраги, а на склоне оврага были домики, ну, развалюхи. Как они там удерживались, не знаю. Шанхай называли мы потом. Но потом, когда приехали на завод, никто нас там не ждал, никому мы были не нужны. Мы ночевали там в красном уголке. Закрыли этот красный уголок, а в коридоре там виск, и, в общем, девчонки, и ребята там все, и все рвутся в этот красный уголок. И вот так мы провели с ней ночь. А потом, поскольку пошли по цехрам, посмотрите, что это такое. Какой кошмар! Это такое впечатление произвело на нас, что мы пришли и сказали, отпустите нас. Сказали, да вы что? Вас распределили? Нет, нет, нет. Вечером я лежала, плакала, а Майя говорит, давай деньги, я поехала за билетами. И она поехала, купила билет, и мы уехали. Это был рискованный шаг. Хотя Сталин умер прежде,